Абвадаллахи ахмин! Ахмельни Thousand roars in the kingdom of the world Соляту вассаляму, але Мухаммадин, але алейху, а алейхи Соляты вассаляму Сегодня у нас продолжение по Слии И мы дошли до урза значит как Уальяма говорят то что кормление посланника Аллаха первое время где-то приблизительно в течение недели сама мать кормила его также какой-то период времени был Сувайба та, которую отпустил Абу Лягаб она его кормила мы о ней как бы затронем сегодня в дальнейшем и в дальнейшем переходит кормилица уже Халима из племени Банусаад к ней переходит посланник Аллаха то есть кормилица уже и даже больше чем кормилица а это та, которая воспитала посланника Аллаха это будет у нас Халима и теперь как посланник Аллаха перешел Халиме как он перешел племени Саад здесь нужно как бы подчеркнуть это то, что в те времена был такой метод то, что родители которые жили в городах своих детей отправляли в села или пустынные места чтобы подача от города потому что в городе бывали болезни и также причина была то, что находясь за городом дети обучались языку и также физически бывали здоровыми и сильными то есть получается мать отдает ребенка на воспитание другому человеку за городом то есть человек получается выезжает в путь в другую местность чтобы воспитывался чтобы обучался чтобы был здоровый значит это в то время так было и сегодня подобное есть когда человек выезжает в другой город на обучение когда отец отправляет своего сына или как сам человек отправляется в другой город для чего? чтобы обучаться потому что например если брать например дома у себя ты не сможешь обучиться арабскому языку или взять шариат так как ты возьмешь это в заграницах в заграницах ты практикуешь в заграницах у тебя больше времени становится потому что меньше родственников меньше проблем и иначе ты больше уделяешь время на учебу это значит то время тоже практиковалось и здесь когда мать спасания отдала его как это произошла история то есть как спасания как как мать его отдала Халиме и она сама рассказывает то что в те времена все родители из местности например из какой-то пустынной местности целая племя например целый народ направляется в город все женщины идут в город берут детей грудных и забирают себе домой и воспитывают и точно так же они сделали направились в Мекку и когда зашли в город начали искать у кого дети грудные чтобы забрать их и какая женщина не подошла по саню к Аллаху она отказывалась то есть никто не хотел по саню к Аллаху брать почему потому что у него не было отца а зачем отец потому что отец если есть у ребенка отец он сможет хорошо вознаградить ту женщину которая берет его значит женщина без отца дает ребенка ну что она заплатит и они это понимали и не хотели брать посланника Аллаху пошел у него не было отца и когда уже пришло время возвращаться все женщины взяли себе какого-то ребенка каждый взял ребенка только Халима одна стоит у нее нет ребенка и прям перед выходом она решила взять посланника Аллаху и мужу говорит возьмем его он говорит давай возьмем быть может в нем будет хайр польза и взяли они его Халима рассказывает то что в то время или в тот момент была сильная засуха не было дождей ее скот молока не давала и у нее не было молока и ее грудной ребенок не мог заснуть ночью за то что нету молока в тот день как только взяли посланника Аллаха сразу молоко появилось и посланник Аллаха насытился и ее ребенок насытился и добавку верблюдница дала молоко как никогда и как никогда они ночью спокойно спали сытыми и потом они вернулись когда они вернулись домой у всех все те которые отправляли свой скот на пастбище их скот возвращался пустыми не было у них молока однако у Халимы у них было все удивлялись и друг другу говорили давайте отправлять наш скот туда куда отправляет Халима и так они делались все равно пустыми возвращались а у Халимы молоко есть то есть это чудо и прошло два года как они его воспитывали кормили после того как два года заканчивается нужно вернуть матери но они хотели чтобы он остался у них потому что через него у них барака немаленькая и когда они пришли к матери попросили может оставишь ты еще у нас его а то мы боимся что он может заразиться болезнью которая в Мекке и так они уговорили мать и вернули опять посланника Аллаха себе на воспитание значит два года он пробыл у них они уговорили мать чтобы он еще прожил у них после двух лет и здесь нужно подчеркнуть братья давайте посмотрим Халима проходит ищет ребенка с отцом но не находит с отцом нашла сироту сирота у которой нету отца значит человек ставил какую-то цель и считает что это хорошая цель или считает что это будет из лучших шагов но он не смог дойти до этого она ищет тот ребенок с отцом и не находит и берет ребенка будучи то что это не из лучших вариантов не из лучших вариантов но однако всевышний Аллах в Уране говорит то есть вы может что-то считаете или для вас может что-то плохим однако это хорошо для вас смотрите Халима думала это будет плохо для нее берет ребенка без отца плохо мало мне платят но однако мы видим в конечном итоге может мало платили но благо больше к чему это суть а суть так как приводится от Ибн Масад Аллах достоверность но смысл он будет действительно правильным то что Ибн Масад говорит человек хочет достичь какой-то цели в своей работе в своей работе он что-то хочет достигнуть но Всевышний Аллах видит его что он делает и говорит своим ангелам уберите его от этой цели которую он хочет достигнуть уберите его от этого и он не может достигнуть ему сложно становится не может дойти до своей цели и потом говорит вот меня этот обогнал вот меня этот обогнал однако для него это лучше значит какой смысл отсюда получается то что человек может хочет что-то достигнуть в работе большой какой-то бизнес проект открыть большие деньги иметь однако Всевышний Аллах видит что ты делаешь и когда он у тебе когда он не дает того феху чтобы ты достиг этого значит в этом есть благо поэтому ты выходишь днем хочешь что-то сделать но не получилось ты недовольный но в этом значит благо есть не нужно расстраиваться и потом ты может это увидишь благо быть может ты этого не увидишь человек выходит работать тяжело работать очень сложится один работать ну понимает вот неприятно неудобно но в конце понимает будет благо какое он спокойно сможет сидеть кушать сможет прокормить семью не быть голодным значит он проходит этап то то что ему неприятно и доходит до своей цели из-за этого шариат когда смотрит он не смотрит на тот миг он смотрит на последствия он смотрит что будет после человек сделал прелюбодение в этот момент в этот миг процесс человек получил какое-то удовлетворение но когда шариат запретил если посмотреть это же хорошо когда человек удовлетворяется но шариат не на это смотрел шариат смотрел что будет дальше и поэтому запретил это потому что это приведет фасаду большим последствиям и то что мы сегодня видим человек вот у джахилев нормально мужчина не может спокойно жить потому что его жена как-то одевается или что делает и не так она посмотрит или кто-то не так на нее посмотрит у него сразу подозрение что что-то произошло вот к этому привело в расстройство то есть народ не может нормально жить это есть последствия когда шариат запрещал спиртное человек опять же удовлетворяется шариат не посмотрел на тот момент что человек как с ним происходит однако посмотрел на последствия когда шариат приказал отрубить руки вору на самом деле это же неприятно ты лишаешь человека полноценных возможностей которые всевышний Аллах даровал ему однако шариат не посмотрел на то то что сейчас ему будет плохо и все однако когда шариат сделал вот этот небольшой вред это небольшой вред на человека ведь так но шариат это сделал чтобы смотря на последствия чтобы остановить подобное действие из-за этого когда мы смотрим на сам приказ всевышнего Аллаха мы видим быть может там как-то неприятно или наш разум что-то не понимает но когда мы смотрим полноценно мы видим что там есть мудрость а это впоследствии а какие бывают точно так же отец когда бьет своего ребенка ругает своего ребенка это же неприятно да но зачем делает чтобы больше ребенок такое не повторил он вынужден это делать а иначе он повторит смысл отсюда какой мы получаем то что на самом деле шариат смотрит на последствия которые будут последующим идти отсюда вернемся сейчас к самой серии получилось у нас то что хлима она вернула ребенка посланник аллах к себе и произошло одно из чудес которые даже сегодня медицина может даже такой не сможет с этим справиться который сегодня медицина может недопонять или который сегодня медицина наверное точно не согласна с этим просто как скажу между учеными разногласия в каком году это произошло сразу же когда после того как хлима вернула его или в 4 года то есть одно мнение это случай произошел 2,5 года приблизительно другое мнение это произошло в 4 года а что произошло произошло то что посланник аллах сердце скрыли то есть скрытие сердца передается как во многих преданиях действительно немало преданий пришло и из достоверных который проводит один из достоверных это проводит в сборнике мусульма то что посланник аллах игрался с мальчиками то есть он маленький играется как мы сказали либо ему 2,5 либо ему 4 когда он игрался с детьми пришел джибриль ангел в некоторых преданиях приводится что два ангела было джибриль микаиль в некоторых три в одних преданиях приводится что они были в белом одеты и посланник аллах играется с детьми он подходит валит его на пол режет скрывает грудь вытаскивает сердце вытаскивает сердце черный сгусток и говорит это был удел шайтана и выбрасывает его обмывает его водой замзамом опять ставит на место это сердце и закрывает то есть представьте эта операция произошла мгновенно такая процедура с сегодняшней технологией часы 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 берут и перед такими операциями подготовка долгая идет а это здоровый ребенок мгновенно произошло сегодня можно немалая сегодня медицина может сделать но такое если медику профессионалу рассказать профессору наверное тяжело он примет но мы веруем в то что пришел к достоверной сунни и что стоит всевышнему Аллаху сделать оно и будет и здесь посмотреть на пользу ведь всевышний Аллах мог сказать не будь то есть вот этот черный сгусток убрать сердце посланника Аллаху без скрытия зачем скрывать зачем эта процедура валить ребенка перед другими детьми зачем это все делать ведь всевышний Аллах мог просто словом убрать эту вещь однако это подготовка посланника Аллаха и подобное скрытие еще придет и мы к ним придем еще это первое скрытие всевышний Аллах подготавливал его и поэтому сегодня есть даже из мусульман которые пытаются опровергнуть сколько пришел достоверных преданий а то о этом скрытии очень немало пришло преданий о этом скрытии и кто-то пытается его сделать недостоверным кто-то пытается сказать что это разум не принимает да разум не принимает в этом есть смысл чуда чтобы всевышний Аллах показал поэтому твой разум принимает или не принимает мы не смотрим то что пришло достоверной сунне из-за этого как я и сказал сразу же а это мы видим то что мы должны веровать с чем пришел посланник Аллаху. Здесь я хотелось бы также остановиться над вопросом одним, а это воспитание. То, что посланник Аллаху когда дали на это воспитание. Халима после этого, когда увидела, что произошло, дети пришли, вернулись, рассказали ей, она пришла, увидела с ним, что произошло, они испугались и решили сразу вернуть посланника Аллаху. Быть может, его постиг шайтан, говорят они. То есть у него с джинами может что-то происходит, давай вернем, давай вернем. И они пришли к матери посланника Аллаху и говорят мы хотим вернуть. Она говорит, зачем? Ведь вы сами просили забрать его. Что случилось? Говорите правду. И она рассказала это. И Амина сказала, на самом деле его не может прикоснуться к нему шайтан, на самом деле там есть что-то. И она рассказала то, что она видела свет, который вышел, когда он родился. То есть она понимала это не просто так. Она даже не испугалась. И мы видим в этом процессе то, что воспитание детей воспитание детей. Мы видим очень важный момент. А это то, что посланник Аллаху был сирота. Это было очень сложно. Это было очень сложно. У того ребенка, который нету отца, им очень нелегко. И здесь надо обращать на это внимание, братья, на то, что много бывает сегодня есть у нас дети, сироты, на самом деле без отцов. И им нужно уделять или давать должное тоже. То есть кто, например, из братьев на самом деле думает о детей этих, которые остались одни, без отца. Они смотрят на другого ребенка, отец к ним подходит, гладит их, целует их. Ты мой ребенок. А у него нету этого. Ему очень тяжело и больно бывает. Поэтому сегодня люди либо женятся, когда на таких, то есть матерей, которые есть ребенок, в действительности несправедливо относятся к этим детям. А есть, которые не женятся и им безразлично на этих детей. кто хоть один из братьев, например, вот когда ты покупаешь своему ребенку, не почувствовал, что есть такой сирота, у него нету отца, ему тоже пойду куплю игрушку. Улай, для них купить одну игрушку это большое счастье, братья. Это как нам машину купить. Приятно будет, да, брат другому брату машину подарил. Поэтому в таких случаях мы должны понимать этих детей и поддерживать их подобными подарками или прийти просто уделить какое-то время, забрав этих детей, что-то им купив. Это нужно делать, братья. Потому что, быть может, с твоим ребенком тоже завтра что-то подобное произойдет. И как смысл шарят побуждает нас, чтобы мы не забывали этих детей. Также те, которые женятся, есть очень несправедливость проявляется. И есть братья на самом деле, когда женятся, на женщине у нее там двое, трое, четверо. Вы должны понимать, братья, ты сегодня холостой, один. Ты женишься на той, у которой двое, трое, четверо детей. Пойми, на твои плечи не просто падает ответственность за одну женщину. На твои плечи падает ответственность за троих, четверых. То есть, ты сегодня холостой был, лежал на диване, ни за кого не отвечаешь. Завтра за четверых должен отвечать. Это сложно. Это большая нагрузка за один день просто. Поэтому ты должен чувствовать ответственность просто, просто их кормить. А теперь, что говорит о воспитании? Поэтому человек, когда на такой шаг идет, он должен понимать полностью ответственность нести за этих детей и как ты собираешься их воспитывать, насколько ты можешь их воспитывать, а не просто жениться, а потом развестись. Как часто это бывает. И теперь, иншаллах, после того, как она вернула посланника Аллаха саллиллаху алейхи ва саллим к матери. И посланник Аллаха саллиллаху остается у матери. Мать решила выйти в путь. Решила, это уже было получается, шесть лет, когда посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллим, мать его решила пойти в Медину навестить родственников. И когда они тронулись в Медину, навестили родственников, побывав там месяц, возвращаясь опять в Мекку, по дороге заболела мать посланника Аллаха саллиллаху алейхи он переходит Абдулму Толибу в дедушке посланника Аллаха саллиллаху алейхи и дедушка посланника Аллаха саллиллаху алейхи очень сильно его любил и воспитывал. И восемь лет умирает дедушка. И после этого он переходит дяде Абутолибу. Что касается дедушки, то дедушка в действительности его сильно любил и даже как проводится некоторым алямам скажет слабый этот хадис, то что около Каабы в тени ставили как бы стелили коврик и туда садился только Абдулму Толиб дедушка посланника Аллаха саллиллаху алейхи и саллиллаху алейхи и саллиллаху алейхи туда садился его брали отодвигали типа вставай, вставай там только дедушка должен сидеть старший Абдулму Толиб говорил нет, нет оставьте его то есть он его оставлял там это указывало на то что он его сильно любил как своего ребенка значит у нас здесь все братья две вещи после того как он возвращается от Халима 6 лет умирает мать 8 лет умирает Абдулму Толиб 6 лет умирает мать 8 лет умирает Абдулму Толиб а теперь вот здесь останавливаемся и заходим в тему а это на чем умерла его мать и на чем умер Абдулму Толиб я честно сказать эту тему думал трогать ее или нет и вы поймете сейчас мы как начнем говорить поймем смысл даже советовался с братьями вообще говорить о этой теме или нет то есть мать посланника Аллаха верующая или кафир вот в чем вопрос я после того как подумал решил затронуть эту тему но очень важный аспект а это заключение будет то есть мы сейчас затронем тему полностью две стороны которые у аляма говорят и здесь нужно будет внимательно тоже посмотреть на заключение и она будет в процессе понятной думаю надеюсь теперь у аляма Абдулму говорят то что мать посланника Аллаха умерла на куфре она была на куфре и на этом умерла и так же его отец умер на куфре второе мнение этого вопроса то что она умерла на вере точно так же как отец умер на вере кто это мнение больше всего поднял на самом деле это мнение больше всего поднял с уютой тот же который поддержал больше всего Маулид о ком мы говорили в вопросе Маулида точно так же он здесь до него те которые у аляма упомянули они упоминали в строчках однако с уютой самый большой поддержал это мнение то что они были верующими и теперь мы будем полностью разбирать слова с уютой что он сделал и что у аляма говорят самый большой раздел который люди говорят зачем вы говорите что он на куфре ведь вы этим самым наносите вред постанику Аллаха говоря мать на куфре отец на куфре вы наносите вред постанику Аллаха поэтому такого нельзя говорить а мы иншалла этот момент подчеркнем тоже кто наносит вред конечно как я сказал заключение будет очень важно теперь иншалла начнем первое из доводов Всевышний Аллах в Коране говорит мы тебя послали с истиной тот который остерегает и радует и не спрашивает людей которые будут в огне это аят был не способ по причине посланник Аллаха сказал где моя мать и как он это слово сказал Всевышний Аллах не спасла этот аят в другом месте в другом реваяте пришло то что постаник Аллаха говорил что же сделала моя мать то есть что же сделали мои родители то есть как бы он сожалел что они сделали и после этого не спасла этот аят то есть не спрашивая о людей которые будут в огне и он после этого не говорил о них до смерти так же пришло в других реваятах очень немало риваятов, как у ульяма говорят, почти что все муфасиры толкуют, что не с послания этого аята было родители посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям. И хоть эти предания, как многие упоминают, что это слабые. Либо Мурсаль, это хадис Мурсаль, упоминает у ульяма, и многие ульяма его делают достоверным, то есть Мурсаль, хадис достоверный, но хиляф на самом деле в этом есть. Даже если мы скажем хорошо, этот аят его нету, то пойдем дальше. Имам Абу Ханифа сказал, то что и родители посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, умерли на куфре. Это слова Абу Ханифы в своей книге Акиды. Также проводится в Сунни, который проводит Ахмад, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, когда дошел до одного, до одной долины в Аддан, он с сахабом сказал, подождите меня здесь. И он ушел, а потом пришел такой грустный, как бы, да? И он говорит, я попросил Всевышнего Аллаха, чтобы заступаться за своих родителей, и Всевышний Аллах запретил мне заступаться за моих родителей. Однако, разрешил посещать могилу своей матери. В другом хадисе приводится, то, что сахабы говорят, мы, когда сели вокруг могилы, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, покачал своей головой, как будто с кем-то разговаривает, и потом заплакал. И Омар подошел, говорит, что ты плачешь? И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, объясняет, что это могила моей матери. И я попросил Всевышнего Аллаха, чтобы он разрешил мне посещать эту могилу, и он мне разрешил. Я попросил Всевышнего Аллаха, просить за нее прощения. Он мне запретил просить прощения за свою мать. И это хадис достоверный. Следующее предание приводит муслим в сборнике своем. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, когда посетил свою мать, заплакал он. И потом говорит, я попросил Всевышнего Аллаха, чтобы он разрешил мне посещать могилу, и Всевышний Аллах разрешил. Однако попросил, чтобы я сделал стиху прощения. Всевышний Аллах запретил мне просить прощения за нее. В другом предании, тоже проводит муслим, говорит, мужчина сказал, о, посланник Аллаха, где мой отец? Он сказал, в огне. И тот мужчина повернулся, уходит. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, типа остановил его и сказал, мой отец и твой отец в огне. Это тоже предание проводит муслим. Также проводит байхакль, в другом хадисе. А арабий пришел, бедуин пришел и говорит, где мой отец? А, мой отец делал праведные дела. То есть, перечисляет все праведные дела. И где он? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, говорит, он в огне. И после этого бедуин, как бы что, ну, ему не понравилось, расстроился, как бы, и он ему говорит потом, а где твой отец? И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, говорит, какой бы ты могилу муслика не увидел, то есть, какой бы могилу кафира ты не прошел, то обрадуй его огнем. То есть, кафир, который похоронили, ты его проходишь, обрадуй его огнем. Будет тебе огонь, скажи ему. Также, приводится в других преданиях. Таких преданий, конечно, очень немало. Иншаллах, сочетаем, то, что Джибриль, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, Джибриль ударил его по груди и сказал, разве ты будешь делать истехфар, просить прощения за муслика? Это хадис некоторого, альяма, сделали слабый. Приводится в другом хадисе, то, что двое из сахабов, как бы, двоими сахабов, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, ваша мать в огне. И они, как бы, расстроились. И он сказал, моя мать так же в огне, как ваша мать в огне. В другом предании проводится, это имам Ахмад проводит, то, что один из сахабов сказал, где моя мать? Он сказал, твоя мать в огне. А он говорит, а где твои родители? Он сказал, разве тебе недостаточно, что моя мать, там же, где твоя мать. И таких, братья, честно сказать, преданий, не говоря слабых преданий, очень много. Я просто, как бы, ограничиваюсь теми достоверными, которые уляма упомянули. И это достаточно то, что даже приводит имам Муслим в своем сборнике, привел эти предания. Эти предания были той стороны, которой сказали, что мать посланника Аллаха, в огне. Так, идем дальше. Теперь, братья, вторая сторона уляма, которые сказали, что они не в огне. Что они сказали с этими контекстами? Ой, что сказать, контексты ясно указывают, контексты ясно указали на самом деле на этот смысл. Однако, те хадисы, где говорится, твоя мать в огне, имеет твой отец в огне, который мы сейчас зачитали, они говорят, здесь мать, отец, не имеется в виду мать, отец. Здесь имеется в виду, наверное, дядя, или имеется в виду кто-то другой. То есть, с прямого смысла берут, убирают, как уиль делают, быть может, там это имеется в виду, быть может, это имеется в виду. Ведь человек, когда подошел, он говорил о своем отце, о своей матери. Послан Николай, ассалиллаху алисам, понимает, что речь идет о его отце. Почему его слова, когда он сказал, мой отец, прямые слова аби, аумми, это в арабском языке понимает с прямого смысла, что это есть его отец. Почему мы должны его убирать от прямого смысла? И они объяснили, почему. Пришел хадис о том, то, что Всевышний Аллах оживил мать от посланника Аллаха, ассалиллаху алисам, и отца. Они говорят, да, в начале посланник Аллаха говорил, что они в огне, но потом он их оживил, они уверовали в него и умертвил. Теперь чай на вере. Вот это самый, самый основной из аргументов с их стороны. То, что они были оживлены, а потом были умертвлены. Теперь посмотрим, что за этот аргумент. То есть, каждый ли аргумент он берется и Этибар по нему действуется. Во-первых, кто его привел? Ибн Шахин привел и Хатыбль Багдади привел. И перед тем, как оценить, давайте посмотрим, Суюты это все делает, Суюты это все говорит. Что Суюты сам сказал? Суюты говорит итифак, единогласное мнение, то, что оживление родителей это недостоверно. Он говорит, это недостоверно. И не ограничивается на этом. Он говорит, одно мнение ученых, то, что это Маудо обмануто, придумано. То есть, недостоверный хадис есть разные категории. Есть слишком недостоверный, есть мало недостоверный, но слабость маленькая. И он хочет сделать из этого хадиса, что он чуть-чуть недостоверный, не сильно. Сильно недостоверный это Маудо обманутый хадис. Когда человек берет дома сидит, написал хадис, приписал ему цепочку и говорит, вот Пасан Николас сказал, это обманутый. И он говорит, некоторые у Аляма сказали, что это обманутый, а некоторые у Аляма сказали, что это как бы слабый хадис. И более правильно он говорит, что это всего лишь слабый хадис. То есть, он согласен, что это недостоверный. Но он просто попытался сделать, что это всего лишь слабый хадис. Ибн Джаузи говорит, это хадис Мауду' и его поставили у кого мало льма или понимания. Ибн Таймия говорит, биттифак, единогласное мнение, что это хадис придуманный. Кадиб. Что говорит имам Захаби? Имам Захаби говорит, кто этот хайван Кадиб говорит, животное обманщик говорит, этот хадис обманутый говорит, имам Захаби слова это. Ибн Дихья говорит, что единогласное он сказал, это хадис обманутый, Мауду' говорит, он противоречит Кур'ану и Иджма. Обратим внимание. И после этого всего с уюты привел некоторых уляма как Куртуби, который этот хадис как бы взял как темат, хоть он слабый, и по нему подействовал. То есть сказал, что на самом деле Мауду' Николай там мать оживили и она уверовала. Ибн Кафир когда привел слова Куртуби он ему сказал так. Ибн Кафир сказал, что это слабое мнение, слабый хадис. И он ему говорит, Куртуби говорит, все это то, что ты говоришь, нуждается, чтобы это было достоверное. И поэтому Суюты постоянно, когда говорил Исан Куртуби, когда сказал, он очень сильно или слишком часто упоминал слово это не противорит шариату. То есть оживление матери и отца посланник Аллаху, это не противорит ни разуму, ни шариату. Или это возможно шариатам. Всевышний Аллах может это сделать. Вопрос не стоит, что шариат или Всевышний Аллах может или не может. Мы знаем, что Всевышний Аллах может оживить. Однако вопрос стоит, это было или нет. И когда пришли достоверные хадисы, теперь, чтобы человек вышел с этой основы, должен привести тоже достоверное. Как человек может принести насх, отменять то, то, что пришло, достоверные аяты, хадисы, с хадисом, который обманутый или максимум кто-то его сделал хорошим, то есть слабым. Даже хадис нехороший. Поэтому отменяющий хадис он должен быть хотя бы в какой-то степени. И то, что аяты пришли, или то, что мутаватиран не может прийти и отменить его. Поэтому, как сам Дарв Кутни сказал, это хадис Мункар Батыль и Ибн Наср сказал, Мауду хадис Мауду и Ибн Асакир также сказал, это хадис Мункар. Сейх Ислям им Таймир говорит, то, что подобные хадисы это рафидиты делают. У Ралафида у них очень сильно идет возвеличивание личностей. И они говорят, если отец мать кафиры, значит, быть может, и пророк будет кафиром. Поэтому они из-за этого начинают ставить хадисы обманутые, чтобы сказать, что они не кафиры. Поэтому это действие рафидитов говорит он. Также улямах сказали, когда Ибн Шахин и Хатыб Багдад упоминали свои книги, там не было у них смысла. Они сами не сказали, что это их мнение. Это всего лишь предание. Достоверно она, недостоверно это предание для примера. То есть тема, например, Насих Мансух, отменяющий который, это тема. И он туда поставил, которая с этим связана. Это не означает, что он этого придерживался. Точно так же Хатыб Багдад не означает, что он этого придерживался. Из-за этого Хатыб Кафир сказал, если вы хотите сказать, что они оживлены и уверовали, вы должны принести довод достоверный, недостаточно проводить любой разговор. Также из Акида Аглисунна, то что кто в раю, кто в огне, это нуждается в достоверном хадисе. Нельзя просто брать и говорить он в раю, в огне. Нужен достоверный хадис. Поэтому братья, что они сделали? Они взяли этот хадис недостоверный и посчитали, что он отменил его. И мы видим, что ульяма сказали за этот хадис. Также когда они сказали, когда посланник Аллаха сказал, что мой отец или моя мать в огне, это не имеется ввиду мой отец и мать, они знаете, что сделали? Они также им пришлось было. Ибрагим помним Ибрагима? Да, мы проходили Ибрагима. Ибрагима отец кто был? Кафиром был. Он поклонялся тому, кому поклонялся. мы зачитывали тот диспут или то, что он говорил своему отцу. Теперь они и даже Ибрагима отца сделали верующего. Смотрите, значит, Ибрагим говорит своему отцу, своему отцу говорит Азар. Нет, это не отец имеется ввиду. Здесь слово отец ставлено. Нет, не отец имеется ввиду. Это имеется у дядя. В арабском языке такое тоже есть. В другом аяте Всевышний Аллах говорит Ва ма кана стегуфару Ибрагима ле абихи Ле абихи говорит в другом аяте своему отцу. Я Абати в другом аяте говорит О мой отец все улема никто из улема не сказал что это не его отец кроме этих людей и он это сделал первый. И потом попытались свое мнение подкрепить то что улема сказали то что его не Азар звали а Тарих звали. Да мы проходили мы прошли то что хиляф происходит в имени но не в личности. Они от хиляфа от имени перешли на личность. Раз некоторые сказали что его зовут Тарих значит это не он Нет улема сказали его звали либо Тарих и Азар два имени было либо это было прозвище ибн кассир это пояснил и мы зачитывали. Смотрите то есть когда человек делает один Тауиль с одного контекста уходит ему он впадает в другой контекст и там что он делает? Ясные контексты берут полностью их аннулирует мы видим опасность этой двери дальше идем братья они на этом не остановились на самом деле они на этом не остановились Мусыба она растянулась очень сильно эта Мусыба растянулась то что они сказали то что не только отец посланника Аллаха саллиллаху или мать посланника Аллаха были верующими они говорят все родители пророков должны быть верующими то есть они на всех распространили так должно быть ну и какой-то аргумент привели и мы зачитаем его значит они полностью начали распространять родителей на всех пророков и в действительности очень удивительно как бы когда Суюты начал утверждать что всех родителей были всех родителей были всех пророков были родители верующие как он написал это было удивительно то что когда за шуаиба приводил за некоторых пророков он говорит на самом деле у нас нету никакого источника сказать кто они были но будем надеяться что они были верующими разве это далиль будем надеяться что они были верующими это никогда шаяти не был далиль мы хотим так или надеемся аргумент он не может стоять также они взяли из больших основ одна из самых больших основ то что все слабые хадисы все что они приводят либо вообще слабые хадисы либо на это не указывают либо это против них например один из хадисов посланник Аллах если бы я был в молитве и моя мать была бы жива или родители были бы живы и в молитве они меня позвали бы то я бы оставил молитву и пришел бы к ним разве этот хадис указывает что они были верующими или они верующие этот хадис указывает на достоинство подчинения родителям но никак не указывает что это верующий или неверующий то есть каждый контекст если человек будет смотреть, который аргументирует, он не указывает на прямой смысл. Или посланник Аллаха, салли Аллаху, алейху асалям, себя причислил к Абдулму Талибу. Я Абдулму Талибу говорил. И Абдулму Талиб, то, что он себя причислил к Абдулму Талибу, это не указывает, что Абдулму Талиб верующий или неверующий. Это он указал, чтобы люди поняли и все. То какие-то контексты общие, ни на что не указывающие на самом деле на смысл. Или, например, Сувайбата, которая кормила посланника Аллаха, салли Аллаху, алейху асалям. Кто ее отпустил? Абдуллахаб. Абдуллахаб ее отпустил, когда он узнал, что посланник Аллаху, алейху асалям, родился. А три. Отпускает рабыню от радости к посланнику Аллаху, алейху асалям. Они говорят, значит, это указывает то, что на достоинство того, то, что кафир, если вот так радуется, это, значит, будь может, там вера, не вера, то есть какой-то смысл далекий, реально, ни на что не указывающий. И то, что Абдуллахаб, Абдуллахаб, пришло то, что он в огне. У одних из родственников сон приснился, то есть родственников Абдуллахаба сон увидели во сне, то, что Абдуллахаб мучается. И его спросили, что, как ты? То есть в плохом положении он говорит, как бы меня накормили или меня напоили водой. Немножко водой мне дали, напоили меня за то, что я отпустил рабыню, которую кормила потом посланник Аллаху, асалям. Какой смысл этого хадиса с верой? Далекий смысл. Все хадисы, которые вот так они начинают приводить, каждый пускай посмотрит. Либо он недостоверный, либо он ни на что не указывает. Также и смысл то, что пришло, то, что посланник Аллаху, салям, ему дадут возможность шафаат делать йомуль-кайяма. И среди нет будет Абдуллахаб. Его мать, отец и Абдуллахаб. Но мы знаем, Абдуллахаб точно будет в огне. Это значит указывать, что это для облегчения наказания и не более. То есть опять же, какие-то контексты на прямой смысл не указывающие. Также они, как я сказал, не остановились. На самом деле и что сказали? Даже Абдул-Муталиб уверовал в них. Абдул-Муталиба тоже воскресился, и Вашний Аллах оживил, он уверовал и умертвел. В Ахрудин-Рази. Или в Курту, если не ошибусь, он сказал. Даже до Абдул-Муталиба дошли. Не только на посланник Аллаху ограничились. Потом что происходит? Этот хадис, если оживление Абдул-Муталиба, мы прекрасно знаем, то что, когда Абдул-Муталиб умирал, он умер на чем? На религии Абдул-Муталиба. Это полностью противоречит той основе, которую они попытались Абдул-Муталибу сделать. Это будет полностью противоречить. И с уютой отдельный раздел сделал, то что Абдул-Муталиб был на тавхиде. Это полностью противоречит тому достоверному хадису, когда Абдул-Легаб, Абуталиб умирал, посланник Аллаху, к нему пришел, говорил, уверуй, он не уверовал, и он говорит, он на религии Абдул-Муталиба, значит он на тавхиде что ли? То есть мы видим сколько хадисов им пришлось делать тауилятов. Так же впал суеты, как многие уаляма упомянули, в противоречие, глубокое противоречие. Смотрите, что суеты делает. Суеты говорит, родители посланника Аллаха саллил-Легаб верующие на тавхиде. Вы понимаете, то есть они при жизни были на тавхиде. Потом знаете, что говорит? Они из Аглюфатра. Аглюфатра люди на тавхиде не бывают. Человек на тавхиде он сразу в раю. Аглюфатра это те, которые до тех, кого паса не дошло, они умерли на ширке. Как человек одновременно на ширке, на одновременно на тавхиде. И он еще не ограничился этим. Он говорит, что Всевышний Аллах оживил их и они уверовали. Зачем оживлять человека, который умер на тавхиде? То есть какую веру он потом уверовал? Это же танакуд, противоречие. Вначале он на тавхиде. Потом Аллах его оживляет, чтобы уверовал. Что еще уверовать, если человек на тавхиде? Зачем оживлять? А если человек скажет, суеты обозначил, это есть некоторые дороги, то есть он имел ввиду, одни ученые так сказали, одни ученые так сказали, да, но он все эти мнения поддержал, и одно из своих книг, все эти мнения без раздела упоминал. Кто-то внимательно посмотрит, это сам заметит, сколько он контекстов просто ему пришлось такими методами пойти. Также хадис, который пришел муслим, который мы привели, братья, твой отец и мой отец в огне, вот этот хадис, он его сделал недостоверным, то есть все хадисы, которые приводим мы, он попытался максимально сделать недостоверными и говорит, почему посланник Аллах сказал, твой отец в огне, чтобы не расстроить человека, ну как понять, чтобы не расстроить человека, говорит мой отец в огне, ахкам и шариата, чтобы человека не обидеть, так говорят, что ли? То есть опять же здесь Аллах подчеркнули, это глубокая ошибка с его стороны, вот так говорить, поэтому мы видим, это как бы в действительности я считаю очень несправедливо, мягко говоря, несправедливо такую пришлось тауэлят делать с прямого контекста брать, потом попытались привести аят который ни на что не указывает, там хиляф между аляма, причина почему был не способен этот аят, и даже если тот что попытался привести ни на что он тоже не указывает просто опять же чтобы процесс не затягивался здесь нужно обратить внимание значит как шейх говорит чтобы отменить один хадис то есть посланник Аллах невозможно отменить за его мать то что он сказал потому что это хабар весь который будет дальнейшим на самом деле эти вещи не входят в раздел отменения потому что если так пойти то то же самое Абу-Лягаба можно будет отменить на самом деле когда Всевышний Аллах сообщил о Абу-Лягабе в шариате невозможно чтобы потом пришло отменение поэтому этот раздел тяжело сказать что это отменил как шейх Ибн Таймия сказал так же имам Навуи рахим агулла значит посмотрим что имам Навуи говорит имам Навуи когда привел хадиси в сборнике муслима за вот этот хадис то что твой отец и мой отец в огне он сказал он баб раздел сделал то что все кто умер на куфре они в огне имам Навуи под этими словами потом говорит ва ля таналюху шафаатаху и их не постигнет заступничество в спасаннике Аллаха так же он сказал ва ля танфааху кура батуль акрабин и не помогут им даже близкие родственники поэтому даже имам Навуи говорит не помогут никому то есть родителям после этого хадиса это его слова так же байхаки байхаки посмотрим что сказал а как же не будет родители ну кафирами они были и дало поклонники до тех пор пока не умерли в другом месте он сказал после того как он говорит ва куфрухум ля я кудахал фи насам и их куфр не как бы не делает как бы недостаток в его в роду то есть его род не становится как бы скажем недостаток в его роду так же потому что пасанник Аллаха сказал за свой род он говорил как бы то что я или мои родители у них не было как бы пролюбодеяния или еще что они женились так как дозволяется так же Каррафи сказал единогласное мнение то что и наападаль ижмалам анна маутахум то что эти мертвые будут в огне поэтому и другие ульяма подобное говорили из-за этого когда человек говорит не говорите на посланника Аллаха собственно что его родители в огне вы иначе оскорбляете посланника Аллаха то здесь задастся вопрос а что вы скажете имам муслиму когда он приводил эти слова а что вы скажете абу давуду когда он привел эти слова а что вы скажете насаи когда он привел эти слова а что вы скажете ибну маджаха когда привел он эти слова а что скажете имам науэ когда он сказал байхаки ибну джаузи и другие уляма когда говорили эти слова Поэтому нам не нужно этот вопрос задавать Пришел хадис У ляма это говорили И мы это всего лишь передаем И поэтому Подобная фраза Не надо говорить эти слова А иначе вы оскорбляете Где такая картинка наблюдается Она видна Когда замаулит Когда мы говорим не делайте маулит Они говорят значит они не любят пророка То же самое и здесь Как и там мы сказали Что вы понимаете под словом любит не любит То же самое мы скажем Что вы понимаете под словом не оскорбляйте И пытаются привести слова Ибнуль-Араби Не тот суфий который мы говорили А ученый Маликитов Он сказал тот кто Скажет что родители пророка Мухаммада С революсом в огне Тот проклят Его слова приводят Но улема говорит эти слова Ни на что не указывают Это его мнение и не более Это его мнение и не более Пришло достоверно хадисов Это нам Достаточно Теперь Это я очень сузил Сжал урок Потому что очень много на самом деле Можно за эту тему говорить Это было все вкратце Очень вкратце Теперь скажу то что я хотел изначально Как я подчеркнул заключение братья Заключение Вбирает смысл А это Не надо спорить в эту тему братья Не нужно Стоять и говорить Вот вы сказали Что мать в раю А пришло в достоверном хадисе То есть вы сказали что мать в раю А пришло в достоверном хадисе Что они в огне Стоять спорить с кем-то Не надо братья Зачем Человек чтоб эту вещь понял Этот вопрос Есть более важные вопросы Когда люди находятся в ширке Как мы можем обсуждать Такой подобный вопрос Есть более важные вопросы Так же не нужно Например в интернетах Спорить о этой вещи Или какую-то заставку делать Родители пророка Мухаммаду Сусом В огне Зачем Люди не понимают эти вещи Объясните более важные вещи Лишний повод для спора не нужно Так же мы видим Как у аляма Некоторые есть Которые Другого мнения придерживались Чтоб как бы Это был научный вопрос Подходить научно Но не так Как сегодня принято Так же Как некоторые братья мне рассказывают У нас дома это братья Очень больной вопрос Поэтому это подчеркиваю Один брат говорит Когда один брат сказал Что родители Послания Николаса в огне Там почти все село встало Прогнать человека Это настолько их задело И когда один сказал В достоверном хадисе Муслим не приводится там Он говорит Да будь он проклят Говорит этот муслим Они понимают даже Что говорят Людям нужно другое Объяснять Их уровень надо поднять Что такое муслим Чтоб они понимали хотя бы Зачем против себя настраиваешь Вот ты сказал Они в огне И что-то изменилось Ты обязан это говорить Не обязан этого говорить ты Есть вещи Которые ты обязан Тут уж ты видишь реально Разве они ходят и говорят Говорите что они в раю В них тоже не ходят Сам не поднимай эту тему Поэтому Человек может узнать И начинать сразу это Писать Или со всеми спорить Нет братья Должны в действительности По другому подходить К этим вопросам Тем более Как я сказал Проявление адаба К тем ученым Которые По другому сказали Чтоб это был Подход научный Своем месте Также заключение Мы видим братья Как у уляма То есть Тот же суеты Или вообще Как Подходили они К ясным контекстам Ясный контекст есть Они берут его Убирают Делают слабым Вот чтобы Свою позицию Поддержать На любой шаг Почти пойти И это не справедливо Мы видим Точно так же Это происходит В Акэде Посмотрите Асмау Асифат Сколько аятов Сколько сотни аятов Что Всевышний Аллах Над нами В небесах Все аяты искажают Все аяты искажают От всех прямых контекстов Убирают эти Прямой смысл На другой смысл Из-за этого Это на самом деле Большой урок В этом вопросе Это мы В этом вопросе Мы видим Это как очевидно происходит Даже когда Здесь мы видим Сияк Контекст прямо идет Аби Мой отец Умми Моя мать Нет Они говорят Это быть может дядя Быть может какой-то другой смысл Или это недостоверно Или он сказал Быть может не обидеть человека Быть может Быть может Быть может И везде Когда мы смотрим Везде С уюта так и говорит Быть может они уверовали Быть может так Да мы не спорим Быть может мы Или надеемся Мы тоже надеялись бы Но Мы должны на факт смотреть Что пришло То что пришло Мы то и говорим Поэтому Все родители Стали верующими Все Всевышний Аллах Мудрость есть Зачем Почему они кафиры За этим стоит Мудрость Всевышнего Аллаха Мы не знаем Почему Нух Его сын Был кафиром Как это Нух Его сын Кафир Как это Лут Нух Их жены Были кафирами Почему там Вопрос не задается Почему Ибрагим Его отец Был кафиром Почему Там не стоит Вопрос Из-за этого Как у Аллама Говорят Рафидитов Или Суфий У них Религия Строится На личностях Сильно Стоит На личностях Возвеличивании Личностях Али Что они С Али Сделали Поэтому И так же Сильно Возвеличивание В картинках Фотки Вешают Кому-то Поклоняются Сильно Процесс Происходит И поэтому От этого Мы видим Асар Что от этого Мы получили В вопросах Шариатов А они начали Переходить Уже На эти Личности Поэтому Мы не знаем Всевышний Аллах Это есть Какая-то Мудрость Всевышний Аллах Так захотел Кого Аллах Наставит Никто Его не собьет Это есть Смысл В этом Почему Они были Не на Исламе Поэтому Такие вопросы Почему Не почему Это уже Не к нам Будет И не нужно Ругать Когда человек Если ругает Того человека Который Такой Сказал Пускай Он поругает Тех Улама Которые Это Привозили И самое Главное А это Не спорит В этом Вопросе Аллаху Умин Минь Продолжение следует...